Всех приветствую на своем канале. Жуткое убийство молодой чиновницы ревнивым мужем-тираном потрясло на днях Башкирию. 37-летний фермер подкараулил свою бывшую жену возле дома родителей, когда та возвращалась домой с дня рождения подруги и лишил жизни. Судмедэксперты насчитают 14 ножевых ранений, шансов выжить у 31-летней Дины Махияновой просто не было. Сейчас души губ находятся под арестом, с ним работают следователи. Рассмотрим, можно ли было предотвратить трагедию. Как рассказывают родители Дины в интервью местному каналу БТК, их дочь познакомилась с Аликом, когда ей было всего 16 лет, и Дина училась в школе. Родителям изначально не понравился напористость ухажера. Мало того, что сильно старше, так еще он все время хотел находиться рядом, контролировать каждое движение девушки. Алик не скрывал, что любой мужчина рядом с его возлюбленной вызывал у него неконтролируемую ревность и раздражение. Когда Дина окончила школу, они сразу поженились, а вскоре на свет появился сын. Тогда же Алику Махиянову пришла в голову мысль заняться фермерским хозяйством и начать разводить свиней. По словам мамы Дины, он не понимал, что такое бизнес, как его вести и как вообще обращаться с животными, поэтому основная часть работы легла на плечи девушки. В 2009 году они выкупили пару заброшенных ферм в деревне Озналкино и стали разводить там свиней, а мясо продавать на рынке. А уже в 2014 году на местном телевидении вышел сюжет о том, как Алик Махиянов выиграл государственный грант и стал разводить элитную идельбаевскую породу овец. На экране Алик казался настоящим трудягой, который с утра до ночи работает в хозяйстве и приучает к труду на ферме старшего сына. Вот только идеальная семья Махияновых была только в глазах окружающих. Дома же для Дины наступал кромешный ад. С годами ревнивый и вспыльчивый характер ее мужа стал еще более несносным. От скандалов и постоянных упреков Алик перешел к рукоприкладству. Сначала Дина терпела, прощала мужа, ведь каждый раз он приползал к ней, умоляя о прощении и обещая исправиться. Но побои и унижения продолжались. В итоге Дина подала на развод, в 2010 году супругов развели, вот только ничего не изменилось. Бывшие супруги продолжали жить вместе, у них родился второй сын. Алик продолжал контролировать свою супругу, запрещал ей выходить на улицу или встречаться с подругами без его ведома, а за любую, по его мнению, провинность, бил женщину и угрожал ей расправой. А ведь он такой со школы еще был. Весь 10-11 класс он издевался не только над пацанами, но и над девушками. А как начал заниматься свиньями, так и вовсе почувствовал себя всемогущим. Это все воспитание родителей, мол, все позволено. Сколько они за него штрафов оплачивали в юности. Он что натворит, родители за него разбирались. С таким животным и встречаться то никто не хотел, несмотря на его деньги, а тут такая красавица жена. Вот он ее и ревновал ко всем, рассказывает бывшая одноклассница Алика Елена. Ситуация усугубилась, когда карьера Дины пошла вверх. Молодая женщина получила высшее техническое образование, а в 2020 году поступила в Башкирский государственный аграрный университет. В конце 2021 года Дина Махиянова устроилась на работу в администрацию Белорецкого района, где возглавила отдел развития агропромышленного сектора, анализы и прогнозирование потребительского рынка. Коллеги отмечали старания и трудолюбие девушки, и даже глава района не раз отмечал успехи, и достижения молодой чиновницы. А вот дома продолжались скандалы и драки. В какой-то момент Дина не выдержала и, собрав детей, в мае 2022 года перебралась к родителям. Молодая женщина надеялась, что бывший супруг перестанет ее терроризировать, а еще мечтала перебраться в Уфу и купить там квартиру. Однако Алик Махиянов и не думал останавливаться, он постоянно названивал бывшей жене, требовал отчитываться с кем она проводит время, заявлялся к ней домой и распускал руки. Дина была моей одногруппницей по аграрному университету. Светлая девушка такая, позитивный моторчик, очень детей любила, работала 24 часа в сутки. Последние разы как ее видела, все лицо и голова были в ссадинах и синяках. Спросила, что случилось, она сначала очень стеснялась, а потом рассказала, что это побои мужа. Что лучше терпеть, так ее заявления в полицию приняты не были, хотя писала и вызывала неоднократно, рассказала одногруппница убитой, пожелавшая не называть свое имя. Родители Дины подтверждают, их дочь и они сами неоднократно обращались в полицию с жалобами на бывшего родственника, который бил окна, отбирал и разбивал телефон, выслеживал Дину и избивал ее, угрожал расправой. Всего у участкового было зарегистрировано 13 заявлений. В связи с обращениями 37-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям побои, мелкое хулиганство, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. А в феврале его поставили на учет как семейного дебошира, после чего участковый полицейский регулярно проверял его по месту жительства, заявляют в пресс-службе МВД по Башкирии. Также по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законном порядке, которые были поддержаны надзорными органами. Один раз его штрафанулен о 1000 рублей. Он пришел к Дине, говорит, заплати. А не заплатишь, я тебя грохну. Ты виновата, ты вызвала, ты и плати. Рассказывает журналистом мама убитой. Вечером 11 августа Дина отправилась на день рождения к своей подруге. Девушки весело отмечали праздник в клубе, а ближе к ночи подруги решили подкинуть Дину до дома. А там ее уже поджидал бывший супруг, который без слов набросился и начал методично и хладнокровно наносить удары. Мы услышали короткий вскрик и бросились к ней. Она лежала на земле. Когда я подняла ее голову, увидела кровь. Я сначала думала, что один был удар, пыталась закрыть рану руками. Она уже ничего не могла говорить, глаза были закрыты. Рассказывает в подруге Дины, которая в тот роковой вечер провожала ее до дома. Закончив расправу, мужчина сел в свой автомобиль, после чего доехал до ближайшего отделения полиции, где чистосердечно во всем признался. В отношении Алика Махиянова возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сейчас он находится под арестом. Удивительно, но на избрании меры пресечения сам обвиняемый и его адвокат просили о домашнем аресте. Но суд решил отправить Махиянова в СИЗО. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психиатрическую, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного преступления, добавили в региональном следственном комитете. В случае, если Алика Махиянова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако близкие убитой Дины опасаются, чтобы не повторилась история двухгодичной давности, когда в садке ревнивый муж изрезал ножом свою жену. А в итоге суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в клинику. В соцсетях и вовсе появилось обращение от местных жителей, чтобы Махиянова приговорили к пожизненному сроку. А известный башкирский общественник Азамат Галин предложил рассмотреть депутатам закон о домашнем насилии и дать ему имя Дины Махияновой. Как правильно вести себя и расставаться с тираном-абьюзером, и что делать, если бывший парень или супруг угрожает вам расправой, рассказала психолог Алиса Курамшина. Сейчас модно отношения называть абьюзивными. Но если в браке вы чувствуете подавление своих свобод и ограничения в правах, то это точно они – абьюзивные. Потому что брак – это свободный, добровольный союз мужчины и женщины, подразумевающий равноправие и равные обязанности. И если выход из этих отношений для вас лично сильно затруднен или вовсе небезопасный, то это уж не тревожный колокольчик, а на БАД из таких отношений стоит бежать. Скорее всего, вам может понадобиться помощь близких людей или даже специализированных центров помощи женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Такие центры есть практически во всех крупных городах, можно смело в них обращаться. Уходить стоит четко, быстро, один раз. Особенно, если на кону стоят ваши жизни здоровья. И помните, ни один ребенок не скажет вам спасибо за то, что вы остались в семье ради него. Общаться потом с отцом своих детей и общаться ли ему с детьми решается в каждом случае индивидуально, часто с помощью психолога. Стоит постараться не доводить ситуацию до крайности, когда уже есть реальная угроза здоровью, в том числе, психическому. Что здесь важно? Первое. Включить здоровый эгоизм. Второе. Выключить жалость, чувство вины и надежду, что все еще может быть хорошо. Третье. Сократить общение до минимума, вплоть до блокировки везде, порою и до переезда в другую местность. Четвертое. Выписать все то плохое, с чем вы сталкивались в отношениях, чтобы потом не осталось в памяти только хорошее. В минуты слабости перечитывать этот список. Пятое. Представить абьюзера человеком, с кем у вас было некое прошлое, но не будущее. При встрече вести себя с ним так же, как с соседом по многоквартирному дому или с былой любовью, которая у вас была, скажем, в школе или в УЗЕ. Шестое. Пройти психотерапию, чтобы понять, как в вашей жизни появились такие отношения, и как сделать так, чтобы больше таких не было. Часто приходится поднимать свою самооценку, справляться с чувством вины и жалости, не поддаваться на провокации, что и помогает сделать грамотный психолог. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской, и будьте осторожны.